Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня я хочу рассказать вам немножко о бюджетной модели от компании THL THL W100 Модель поставляется в белом и черном цвете Поставляется вот в такой вот оригинальной коробке, упаковке Тут есть все основные технические характеристики данной модели Что мне нравится, так это то, что у компании THL Все модели, абсолютно все, поставляются с отличным базовым комплектом Эта модель также поставляется с отличным комплектом Есть вот такой вот оригинальный бампер Есть вот такой вот оригинальный чехол Цвет бывает разным, но в основном синий Он вот такой вот, ну тоже накладка такая бамперная, это не открывается Обязательно есть пленочка Пленка наклеена и на экране одна И вот такая вот комплектационная пленка Обязательно в комплекте зарядка USB кабель Гарнитура И два аккумулятора Аккумуляторы, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что На аккумуляторе заявлено у нас 1800 мАч Но, в ходе моих экспериментов, в ходе моих тестов выявилось, что аккумуляторы это самая слабая часть данного смартфона Очень плохо держат, чуть позже об этом расскажу, но хотелось бы сказать, что лично для меня вот такой вот внешний вид аккумулятора является непривычным делом для компании THL, потому что все аккумуляторы поставляются с нормальной красивой оберткой, но этот аккумулятор никак Для меня некрасив, никак не брендовый, если мы воспринимаем THL как бренд Возможно, сэкономили на аккумуляторе Но Это оставим на потом А сейчас посмотрим наш смартфон Смартфон имеет 4,5 дюймов дисплей Он довольно тоненький, довольно аккуратный Давайте посмотрим по наличию люфтов, каких-то всевозможных дефектов в сборке То есть, никаких здесь нюансов у меня не возникает Он на перегиб не люфтит, не трещит Заметил вот такую вот особенность в конструкции Вот видите, вот с этой стороны какая-то непонятная такая штучка Вот с этой непонятная щель Оно все под стеклом, оно не открыто То есть, но оно там внутри Вот такая вот конструкция самого, скорее всего, тачскрина И это не брак данной модели А на всех моделях именно такой тачскрин Вот как отверстие такое Я не знаю, если честно, что это такое Спереди смартфон у нас имеет 3 сенсорных кнопки Это меню домой-назад Сверху у нас приближение датчики освещенности Фронтальная камера, динамик С этого бока у нас качелька громкости Качелька громкости Вот так вот чуть-чуть ходит Я ее не нажимаю Вот я ее, если нажимать, то я ее вот так вот А вот она ходит вот так Ну, вот такая она Сверху у нас идет кнопка включения-выключения Для подключения компьютера разъем Стандартный 3,5 мм разъем для подключения наушников Так, с этого бока у нас нет ничего Есть только вот защелочка для вскрытия смартфона Сзади у нас камера Камера на 8 мегапикселей Есть вспышка, есть автофокус Ну и решеточка под динамик Под крышкой данная модель выглядит вот так вот максимально просто Поддерживает карты памяти Я пользуюсь 16 гигабайтной картой Знаю, что 100% поддержит 32 64 мы не пробовали Две стандартных больших симки Которые не нужно обрезать И давайте перейдем к нашему смартфону непосредственно Прошивка у нас на данной модели 4.2 Android Вот такой у нас рабочий стол Сразу же можно SMS, камера, разблокировка и звонки И давайте я начну свой обзор С технических характеристик данной модели Через программу Antutu Обращаю ваше внимание на то, что Antutu у нас видоизменился, обновился Это четвертая версия Antutu То есть тут у нас другой интерфейс Ну и тут можно рассматривать наши технические характеристики Видим, что у нас операционная система 4.2 Модель W100 Встроенная память у нас 4 гигабайта Оперативки у нас 1 гиг Встроенная карта Точнее карточка памяти у меня сейчас стоит на 16 гигабайт Процессор у нас MTK6589T Здесь отображается он как Quad-Core ARM V7 Видно, что 4 ядра Частота каждого ядра 1200 МГц Что еще тут интересного? Ну вот все многочисленные датчики, которые есть в данной модели Также я хотел продемонстрировать работу датчиков данной модели Какие датчики есть в этом устройстве Смотрим Есть у нас полноценный GPS GPS очень хорошо работает Есть рабочий компас Датчик освещенности, датчик приближения Само собой Акселерометр есть Ну и гироскопа у нас нет Вспышка также есть Вспышка довольно-таки хорошая Еще хотел уделить внимание тому, что пятиточечный у нас мультитач И пару слов сказать о том, что экран у нас действительно хороший Нет у нас никаких засветов на экране То есть на черном фоне Вот обычные засветы бывают в углу экрана Но их абсолютно не видно, потому что их просто-напросто нет Я хотел уделить еще минуту времени тому, что осветить самый основной минус данной модели Это работа с аккумуляторами и вопрос автономности данного устройства Значит так, я обычно тестирую все смартфоны через программу Antutu Tester Я тестирую, она набирает баллы И я делаю вывод в связи с этими баллами Но, когда я протестировал данную модель, я увидел вот такой вот балл 327 баллов Я взял второй аккумулятор из комплекта, протестировал И увидел цифру 304 балла Я подумал, что может быть именно на этой модели, на этой единице Как-то не так оптимизирована может быть прошивка И почему-то телефон жрет этот аккумулятор как сумасшедший Я взял такой же телефон со своими аккумуляторами, сделал тест И цифра не особо отличалась от вот этой вот Чтобы вы понимали, о чем речь Нормальная модель, допустим, 4-дюймовый аппарат какой-нибудь с 2000 аккумулятором Показывает 500-600 баллов, что практически вдвое больше То есть, я могу сделать вывод, что данная модель у нас будет работать до одного дня И это в режиме, скажем так, посредственного использования Если телефон загрузить на полную катушку, то есть, работа с Wi-Fi, работа с интернетом То нужно на протяжении дня будет искать розетку Или пользоваться непосредственно двумя аккумуляторами из комплекта Верьте, не верьте, осуждайте, не осуждайте Но это мой тест, это мой вывод Аккумулятор тут припаршивейший в данной модели Не знаю, сколько реальная емкость С вот этих вот заявленных 1800 Ну, я думаю, 1300-1400 тут реальных есть Вот так вот По поводу прошивки Прошивка у нас 4.2 Android Полноценно он русифицирован Здесь нет ни одного приложения китайского То есть, все настроечки, все, что нам нужно Все полноценно на русском языке Можете этого абсолютно не бояться Здесь тоже все на русском Вот мы видим, что это модель W100 4.2 Android Как видите, что запиленность прошивки под это железо И вообще работа с разрешением этим экрана Отлично, потому что никаких лагов При максимально быстрых перелистываний И в помине нету Модель отлично справляется с любыми документами То ли это офисные документы То ли это видеодокументы Музыку Все воспроизводят без проблем Довольно громкий смартфон Давайте посмотрим примеры воспроизведения видео А также обращаю ваше внимание на то, что экран у нас сделан по технологии IPS Изображение не преломляется И видно под разными углами Звук громкий и хороший Смартфон также с легкостью справляется с любыми программками по типу YouTube Любые видео загружаются максимально быстро Картинка четкая, быстрая С потоковым видео смартфон справляется с легкостью Также данная модель с легкостью справляется с браузерами То есть абсолютно без проблем Для некоторых может показаться, что на таком небольшом сравнительно дисплее неудобно Но я хочу вас разочаровать Отлично работает мультитач В любой момент можно приблизить Прочитать информацию То есть все читабельно, все кликабельно Быстренько все прогружается Все сайты То есть абсолютно без проблем Данным смартфоном можно пользоваться для серфинга в интернете Вот я обновил страничку Текст необходимый Все отлично можно читать Фишка данного смартфона я считаю в том Что модель запилена именно под производительность Под игры То есть данная модель будет с легкостью работать с современными играми Благодаря разрешению экрана 960 на 540 Именно с таким разрешением Даже данному процессору работать очень легко И непринужденно можно То есть давайте посмотрим современные игры С которыми он может с легкостью справляться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также данная модель имеет очень хороший экран, как я уже говорил. И давайте посмотрим одни из интересных картинок. То есть проверим, насколько яркий, насколько сочный у нас дисплей. То есть вот вы сможете видеть это все собственными глазами. Цвета у нас остаются прежними, как и были. Модель имеет 8-мегапиксельную заднюю камеру. Я сделаю фото-видео, выложу под данным обзором. То есть вы сможете увидеть. Но в принципе камера довольно-таки за эти деньги достойного уровня. Вот я сейчас проверяю автофокус. Кстати, великолепная вспышка в данной модели. Сейчас покажу вам фотографию. Ну вот так вот оно сфокусировало. То есть как вы можете видеть, что довольно-таки хорошо. Немножко засветило вспышкой. И сейчас хочу показать вам вспышку. Как работает эта вспышка. Ну я был удивлен, что в смартфоне, скажем так, такого уровня. Вот такая вот вспышка. Она довольно-таки серьезная за эти деньги. Все освещает. В принципе, достойная замена любому фонарику. Установлено соединение со спутниками. В принципе, можно подводить итог. Модель от популярного производителя в Китае Течель. Модель называется W100. Модель поставляется в черном-белом корпусе. Великолепный заводской комплект. Кстати сказать, вот этот чехол книжечка немножко подванивает краской. Как в детстве. Вот эти акварели или как оно там называется. Значит, телефон за свои деньги отрабатывает на все 100%. Хорошая сборка, хорошая камера. Великолепный экран за эти деньги. Он небольшой. Имеет не слишком высокое разрешение экрана. То есть для игр данный смартфон лучше ничего не придумаешь. Все игры будут играть так, как необходимо это. Для любителей путешествий, для любителей GPS тоже подойдет данная модель. GPS работает великолепно. Лично в тех моделях, в которых я тестировал, вообще не возникало никаких нюансов. Даже в комнате, в помещении, на расстоянии метр от окон данная модель ловит спутники. Видит. То есть антенка очень хорошая. Основной минус данной модели – это аккумуляторы. Я показывал в данном обзоре. Я склоняюсь к мнению, что данная модель будет держать до одного дня. То есть в таком посредственном режиме, скажем так. При увеличении нагрузок данная модель будет очень быстро садиться. Но по цене в меньше, чем 1500 гривен в Украине данная модель однозначно отыгрывает свою цену и предоставляет конечному потребителю очень хороший набор характеристик. В принципе, это все. Если вам нравятся мои обзоры, ставим лайки, подписываемся на канал, следим. Я буду стараться всегда снимать что-то интересное, что-то полезное для вас, чтобы вы могли понимать, за что вы платите деньги. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо за внимание.